МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня мы расскажем. Здание школы в поселке Амдерма в аварийном состоянии. В ближайшее время в поселок направится делегация представителей профильных департаментов Ненецкого округа. Реконструкция памятников, подготовка города к празднованию 75-летия Победы, а также поддержка ветеранов, тружеников тыла и детей войны. Как в Ненецком округе готовятся к важнейшей юбилейной дате? Задали высокую планку. Искательский клуб «Созвездие» представит Ненецкий округ на всероссийском этапе конкурса «Дом культуры. Новый формат». Об этом и не только в ближайшие 20 минут. Здание школы в поселке Амдерма в аварийном состоянии. По словам главы поселения Маргариты Златовой, необходимо строительство модульной школы. В ближайшее время в поселок направится делегация представителей профильных департаментов Ненецкого округа для ознакомления с этой и другими проблемами населенного пункта, которые обсуждали сегодня на еженедельной планерке губернатора. В ходе совещания были обсуждены и другие вопросы, касающиеся поселений. Так, поселок Каратайка нуждается в новом ФАПе. Об этом губернатору Александру Цибульскому сообщил в ходе конференц-связи глава поселения Дмитрий Вылка. Если нет возможности капитально отремонтировать существующий ФАП, то надо тогда маленький ФАП туда поставить. В рамках тех решений, которые мы принимаем по 11 ФАПам в этом году, там же нет варных у нас в рамках этих 11 ФАПов, ну, можно посмотреть действительно, чтобы этот вопрос закрыть, маленький ФАП, можем найти источники, может быть, даже и внебюджетные для того, чтобы это сделать. А в поселке Индиго скоро ожидается большое новоселье. Планируется, что новая современная школа, которую с таким нетерпением ждали учителя и ученики, распахнет свои двери уже в четвертой четверти. На сегодняшний момент практически все завезено, осталось 2-3 кола, на этой неделе они должны прийти, параллельно мебель собирается, школа готовится. В принципе, все необходимые документы у нас есть для лицензирования, поэтому планируем 1 апреля уже открывать. Еще один актуальный вопрос, на котором акцентировали свое внимание собравшиеся во время еженедельной планерки – транспортное сообщение с Большой землей. Компанию «ЮТЕР» – единственный авиаперевозчик пассажиров по направлению Нарьинмар-Москва отменила без предупреждения ряд рейсов в марте этого года. В связи с задержкой и отменой отдельных рейсов «ЮТЕРа» по выходным дням, у нас было направлено департаментом два письма. Первое – о необходимости предварительного, то есть заблаговременного уведомления департамент, в том числе администрацию округа, о том, что они планируют отменять какие-то рейсы. Не обошли вниманием на заседании такую крайне актуальную на сегодняшний день тему, как эпидемия коронавируса. «Мы полностью готовы к тому, чтобы такого рода случаи купировать на территории округа. У нас все необходимые лекарственные средства, все необходимые препараты, маски, все есть в наличии. Это очень хорошо. Главы муниципалитетов отработать, чтобы они на своем уровне тоже контролировали, особенно людей, которые приезжают из-за границы». Губернатор предложил обратить внимание на тех, кто возвращается в округ из путешествий, особенно стран, в которых уже бушует эпидемия. Таким согражданам необходимо медицинское сопровождение и контроль. Кроме того, он обратил внимание, что необходимо рассмотреть вопрос резервации потенциальных переносчиков вируса. А в округе полноценных возможностей для таких карантинных мер нет. Но в Архангельской области, в которую, кстати, территориально входит Ненецкий округ, они имеются. «У нас есть Архангельская область. Это наш метропольный регион. Мы туда отправляем большое количество денег. Надо, чтобы как-то эти деньги работали на нас. В Архангельске созданы прекрасные условия, построены новые больницы. Там есть все условия для того, чтобы эти обсерваторы принимали, может быть, в том числе наших людей». Кроме того, Александр Цибульский поручил руководителям профильных департаментов рассмотреть вопрос взаимодействия с Архангельской областью и в части помощи в организации противопаводковых мероприятий. В период с 4 по 6 марта сотрудники регионального управления Росгвардии посетят по месту жительства владельцев гражданского оружия в селе Коткино. Охотников проверят на соблюдение условий хранения предметов вооружения, а также требований действующего законодательства. Кроме того, жителям села будет предложено добровольно сдать незаконно хранящееся оружие за денежное вознаграждение. Сотрудники Росгвардии напоминают владельцам гражданского оружия о необходимости соблюдения сроков его перерегистрации. При смене места жительства или анкетных данных владельца он составляет две недели со дня внесения изменений. В случае истечения срока действия разрешения на оружие, которое выдается на 5 лет, переоформить его необходимо не позднее, чем за месяц, то есть 30 дней до крайней даты. Опоздание даже на один день является административным правонарушением, пояснили в Центре лицензионно-разрешительной работы. Добавлю, что владельцам оружия предлагают заранее согласовать удобное время посещения по телефону 4-69-60 и воспользоваться преимуществами электронных госуслуг войск Национальной гвардии Российской Федерации. Граждане, зарегистрировавшиеся на интернет-портале госуслуг и подавшие заявление в электронном виде, получат возможность оформить все необходимые документы на месте, не выезжая в Нарьинмар. Губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский встретился с заместителем генерального директора фонда президентских грантов Иннокентием Дементьевым. В ходе диалога обсуждались вопросы, касающиеся повышения числа региональных НКО в составе претендентов на получение грантов президентского фонда. Как отметил Александр Цибульский, у региона есть опыт участия в конкурсах президентских грантов, но хотелось бы наращивать эти возможности, тем более у окружных НКО очень много идей. В свою очередь заместитель гендиректора фонда президентских грантов заявил о высоком потенциале региональных некоммерческих организаций. Для округа самый успешный год был 2018-й, было больше всего заявок подано, 8 НКО получили гранты. В прошлом году было поменьше победителей, но есть к чему стремиться. Можно существенно увеличить количество подаваемых заявок и соответственно увеличить количество привлекаемых грантов, поделился Иннокентий Дементьев. В свою очередь губернатор поставил перед своим профильным заместителем Михаилом Васильевым задачу оказать всестороннюю консультационную поддержку потенциальным участникам конкурса. Добавлю, что в среду в рамках визита в окружную столицу Иннокентий Дементьев провел для представителей некоммерческих организаций округа семинар на тему «Как получить грант президента Российской Федерации на реализацию социального проекта». Подробнее об этом мы расскажем в ближайших выпусках новостей. Парламентарии региона на заседании комитета утвердили повестку предстоящей сессии. Она пройдет в четверг, 5 марта. В числе рассматриваемых вопросов – внесение поправок в окружные законы о ветеринарии, о недропользовании и о бюджетном процессе, разграничение полномочий между органами государственной власти округа в области, обращение с отходами производства и потребления. Депутаты также обсудили законопроект о дополнительных мерах соцподдержки отдельных категорий граждан в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Некоторые меры, которые представлены в нашем внимании, будут представлены в последующие годы. Это касается дружинников тыла. Предлагается на этот год и последующий установить единовременный выплату 9 мая в размере 75 тысяч рублей. И также предлагается установить юбилейные года победы детям войны. Сейчас уже в том проекте, который представлен вашему вниманию, это 27-45 год выплатой тоже единовременной к 9 мая в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, на сессии окружные депутаты утвердят семерых членов Общественной палаты Ненецкого округа нового состава. От губернатора округа список кандидатов уже сформирован. С ежегодными докладами на сессии выступят уполномоченные в Ненецком округе по правам человека Лариса Сверидова, по правам ребенка Галина Гуляева и председатель Общественной палаты Ненецкого округа Мария Крупенькина. Прямую трансляцию 22-й сессии собрания депутатов Ненецкого округа 28-го созыва можно посмотреть на официальном сайте окружного парламента и на телеканале «Север». В Ненецком округе состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии под председательством главы региона Александра Цибульского. Участники обсудили организацию работы по профилактике распространения идеологии терроризма среди иностранных граждан. Кроме того, в рамках заседания подвели итоги выполнения организационных мероприятий, способствовавших повышению эффективности исполнения комплексного плана противодействия идеологии терроризма, а также изучили вопросы совершенствования информационного сопровождения деятельности органа власти в сфере профилактики терроризма. Так, представители окружной полиции сообщили о результатах профилактической работы среди трудовых мигрантов и принятых мерах по сохранению в регионе стабильности в сфере межнациональных отношений. В ходе обсуждения Александр Цибульский отметил, что в Ненинском округе ситуация с мигрантами довольно стабильна и прогнозируемая, но ослаблять контроль в этой сфере нельзя. Напомним, что ознакомиться с деятельностью антитеррористической комиссии Ненинского округа можно на портале органов исполнительной власти региона. В Ненинском округе прошло совещание Организационного комитета по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ходе заседания обсудили вопросы, касающиеся реконструкции памятников, подготовки города к празднованию, а также поддержки ветеранов, дружеников тыла и детей войны. Подробнее расскажет Наталья Дуркина. Первым рассмотрели вопрос о реставрации памятников и мемориальных объектов в сельских населенных пунктах округа. Было обследовано 38 объектов. Часть из них в удовлетворительном состоянии, за исключением двух памятников. В поселке Харука в текущем году в соответствии с поручением губернатора округа при помощи Ненинской нефтяной компании будет сооружаться новый мемориальный объект стоимостью примерно 7,8 миллионов рублей. Работа по доставке памятника и части строительного материала в позиннике в соответствии с графиком работ будут осуществляться уже в марте-апреле текущего года. В селе Великовисочном ремонт памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, планируется осуществить путем реализации двух проектов, финансируемых в рамках инициативного бюджетирования. Это непосредственный ремонт памятника стоимость 945 тысяч рублей и благоустройство территории вокруг памятника 928 тысяч рублей. Остальные сельские памятники и мемориальные объекты, нуждающиеся в косметическом ремонте, также будут отреставрированы в течение юбилейного года. Что касается памятника ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооруженных конфликтов, то окончание реставрации памятника намечено на 1 мая. Там будут выполнены следующие виды работ. Это будет разборка пьедестала, на котором стоит памятник. Нижняя часть из керамогранита. Штукатурю у него заново и вкладка нового керамогранита. Нового? Да, нового керамогранита и с сооружением шатра, так сказать, чтобы на течение периода в высокой температуре сделать данные работы. Следующий вопрос касался замены отопительных систем и котельных ветеранам и труженикам тыла, которые проживают в сельских населенных пунктах. На сегодняшний день на территории Заполярного района зарегистрировано 60 тружеников тыла и один ветеран. 20 из них обеспечены котелками, 11 не проживают на территории, пятерых подключат к теплосети в ближайшее время. Оставшиеся 25 человек необходимо будет обеспечить альтернативными видами топлива, так как на данный момент они используют печное и угольное отопление домов. Мы сейчас прорабатываем техническую возможность, это перевод либо на электрокотлы, либо модульные котельные, точечные, где проживают эти ветераны. Не везде есть замены участка, где возможно установить модульные котельные, но прорабатываем, смотрим. Также для тружеников тыла проведут капитальный ремонт жилых помещений. Недавняя проверка показала, в этом нуждается 38 помещений. Причем решение по каждому будет принято отдельно. Вы в данном случае рассчитываете как такой факультатив, который вы, в том числе, исходя из памяти о людей, которые совершили этот подвиг, должны сделать. Вы считаете себя в этой работе волонтерами от государства. И здесь мне рассказывают, что регламент и все остальное не нужно. Это наш с вами святой долг, и вы должны его выполнить. Вы, пожалуйста, вместе с Сергеем Анатольевичем, Павел Александровичем, займитесь этим вопросом. Давайте вот две недели вы должны отдать ответ. Также труженикам тыла, которые участвуют в программе переселения из ветхого и аварийного жилья, будут предоставлены квартиры вне очереди. Я прошу учесть первоочередное переселение тружеников тыла, кто в этом нуждается. Это само собой. Я исхожу из того, что когда мы приняли это законодательное решение, мы уже это, что все в голове это держали. Особенно в этом году. У нас в этом году все труженики тыла, кто в этом нуждается, должны быть переселены вне очереди. И как мы договаривались, я думаю, что никто не будет против этого отношения. В завершение совещания Александр Цибульский дал четкие указания. Все, что касается ветерана, втружеников тыла, детей войны, должно находиться в приоритете у всех представителей администрации. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Продолжение темы. Делегация Ненинского округа примет участие в торжественной церемонии открытия стелы в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны на Синявинских высотах в боях за освобождение Ленинграда. Мероприятие пройдет в Ленинградской области в апреле текущего года. По словам заместителя руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненинского округа Антона Пустовалова, на сегодняшний день состав делегации насчитывает 50 человек. Это молодежь, 33 человека, сопровождающие лицами. Это победители этапа окружного смотра строя и песни в 2019 году. Команда из средней школы номер 4 с углубленным изучением отдельных предметов, отряд кадеты. Команда из средней школы номер 2 для Ленмара, отряд юной армии, активные участники мероприятия 2019 года Регионального центра молодежной политики. Потом будут участники вокальной группы «Встреча с песней». И руководители, коллега Алина Андреевна, относятся к категории «Дети войны». Их 12 человек. Мемориал «Синявинские высоты» входит в число памятников «Зеленого пояса славы Ленинграда». Это две большие аллеи с памятниками и мемориальными досками, а также площадка братских воинских захоронений. Каждую весну и лето в окрестностях мемориала работают поисковые отряды. Точное число воинов, погибших на Синявинских высотах и до сих пор не найденных, неизвестно. Основная часть потери – личный состав воинских частей подразделений Болховского и Ленинградского фронтов. Каждый шестой погибший на полях сражений солдат из Ненецкого округа сложил свою голову именно здесь. Следы каждого второго земляка из списка пропавших без вести оборвались на Синявинских высотах. На территории мемориала уже установлены монументы от разных республик бывшего Советского Союза и регионов России. С 5 марта жители Ненецкого округа смогут отслеживать путь своего почтового отправления по территории Ненецкого округа. На портале «Народный контроль» появится такая услуга. Теперь посылка или письмо не потеряется, а поступит адресату в срок. В связи с многочисленными запросами жителей муниципальных образований, которые возникали по качеству отправки почтовых сообщений, с завтрашнего дня на портале «Народный контроль» появится возможность отследить путь своего письма или посылки, как говорится, от и до. Публиковать детальную информацию о том, сколько почты находятся в Наринмаре, сколько вылетает по населенным пунктам и когда планируется эти вылеты, чтобы у людей была актуальная информация. Администраторы портала «Народный контроль» совместно с Почтой России будут собирать и публиковать детальную информацию о каждом почтовом отправлении. Клуб «Созвездие» поселка Искатели представит Ненецкий округ на всероссийском этапе конкурса «Дом культуры. Новый формат». Учреждение стало победителем регионального этапа, представив свой культурно-просветительский проект «Край рожденной геологией». Подробности в материале Александры Литковой. В 2019 году одной из значимых дат в Ненецком округе стало 45-летие поселка Искателей. К этому событию клуб «Созвездие» подготовил и реализовал проект «Край рожденной геологией», который стал победителем 14-го конкурса социальных и культурных проектов «Лукойла» в номинации «Духовность и культура». Проект проводился с целью сохранения памяти о выдающихся первооткрывателях «Ненецкой нефти» и о страницах истории поселка Искателей, поселка геологоразведчиков. Мы надеемся, что наш проект помог подрастающему поколению определиться с выбором будущей профессии. Учреждение в этом направлении работает продолжительное время и не ограничивается только рамками проекта. В феврале этого года проект стал победителем регионального этапа конкурса «Дом культуры. Новый формат». За победу в этом этапе «Созвездие» боролось с телевисочным социально-культурным центром «Престиж», который представлял проект молодежного творческого форума «Тельвиско-арт». Стоит отметить, что работа клуба «Созвездие» об истории геологоразведки не ограничивается рамками проекта. Мы часто проводим мероприятия, связанные с этой тематикой. И вот сейчас, до 28 марта, мы принимаем заявки на творческий конкурс авторских стихов и песен «Поселок, рожденный мечтой». Мы приглашаем всех жителей неравнодушных нашего округа принять участие в этом конкурсе. Я думаю, есть люди, которые неравнодушны к своей малой родине и захотят поучаствовать. Добавлю, конкурс «Дом культуры. Новый формат» проводится Министерством культуры. Лучший реализованный проект среди всех субъектов страны в сфере совершенствования качества культурного просвещения и обслуживания населения выберут 20 марта. По итогам всероссийского этапа пройдет церемония награждения, приуроченная как всероссийскому Дню работника культуры. Тройке лидеров будут вручены денежные призы и дипломы. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.